Интерьерные, бадуарные, портретные, текстильные, шарнирные – все это разновидности кукол. В историко-культурном центре открылась выставка под названием «Видная кукла». Это настоящий рай не только для детей, но и для взрослых. Вступительную речь произнесла заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Очень много примеров, когда кукла спасала, вселяла надежду, поднимала, убеждала своего хозяина или того, в чьих она руках, двигаться дальше, верить в будущее. Ольга Новак – мастер-кукольник с многолетним стажем работы, преподает технику создания авторских кукол в арт-студии. Как один из организаторов выставки, она дает возможность показать свои работы не только опытным мастерам, но и новичкам. Здесь представлены работы более 20 мастеров. Мы собрали специально работы в разных техниках, технологиях, с разными секретиками мастеров, для того, чтобы показать, что кукла – это не только игра, кукла – это произведение искусства. Некоторые куклы – это фантазия мастера. Другие сделаны по образу конкретных людей. Например, одна из них посвящена герою Советского Союза, космонавту Владимиру Джанибекову. Авторская кукла неповторима. Даже мастер не может выполнить свою работу дважды. Секретом изготовления куклы «Снежная королева» поделилась ее создатель Ольга Рябова. Она из пластика, из слепленной. Пластик называется «Ладула». Ручки, ножки. Сама она кукла текстильная. То есть туловище у нее сшитый текстиль, набитый с непухом. Вот. Платье атласное, сшилось, конечно, ярусами. Это бывший кусок свадебного платья. Там кусок какой-то остался и решила вот шить. И такой вот образ создался. Сначала вообще не клеился, а потом по лицу такому бледному. Надо сделать и «Снежную королеву». В детстве для девочек куклы играют важную роль. У некоторых из них этот интерес не пропадает с возрастом. Честно, я была восхищена этой выставкой. Благодарю организаторов, всех, кто принял участие в этой выставке. И особенно мне понравилось то, какой смысл каждый автор вкладывает в свою куклу. Это действительно дорогого стоит. И не перестаешь удивляться, насколько талантливые люди живут и работают в Ленинском городском округе. Мир кукол и игрушек очень велик. Мастера каждый день трудятся над созданием новых изделий. Таких удивительных и почти одушевленных. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.